друзья всем привет сейчас дальше вначале вы будете смотреть видео по привозу новых растений но вот то что я скажу сейчас я просто забыла вставить это и сказать об этом сразу поэтому пришлось редактировать заново видео и ставить вот эту часть слов заказывая растения зимой я прошу вас очень хорошо подумать над тем как доедут ваши растения посылки я утепляю утеплитель надежный заворачиваю в туалетную бумагу потом утепляю в утеплитель в хороших такой который предназначен для вентиляционных систем но вроде все нормально вот уже на север доезжали посылки нормально девочки отписывались присылали фотографии растений то есть все хорошо на север то минус 20 минус 17 градусов мороза но вот в сочи сегодня девушка получила растение конечно очень удивительно прям ужасно удивительно часть растений большая часть растений померзла не знаю с чем это связано может быть с тем что почтовая машина где-то там застряла и посылки эти ночевали на улице ну вот это наверное первый случай из всех посылок отправленных вот в зимний период то есть с октября и по декабрь это первый случай поэтому я вас прошу основательно подумать прежде чем заказать потому что ответственность за замерзшие растения я нести не буду то есть вы все риски берете на себя своей стороны я гарантирую вам нормальную утепленную покупку я заказывая растения вот вот те которые сейчас вы будете смотреть на экране те которые сейчас едут вторая часть которая никак которая разделилась но вы об слышите дальше я точно также несу все риски и возмещать мне ущерб никто не будет поэтому прошу вас это учесть и подумать основательно прежде чем сделать заказ потому что зима это зима всякое может быть потому что почта россии иногда нормально работает но зачастую вот нормально работал потому что говорю с октября по декабрь вот сегодня 12 декабря по сегодняшний день это только первый случай замерзших растений еще одно растение у девушки тоже подмерзла гульяновские отправляла и все а так все на доходит нормально но все равно вот видите казус случается поэтому поэтому думайте я человек рискованный поэтому вот в отношении себя я конечно бы заказала и я и заказываю растение которое мне точно так же как и вам идут почтой причем моя посылка которая идет и и это пришла и другая она не утепленная поэтому но я рискую вот пока проносила надеюсь и следующий раз пронесет но может и не пронести но все овощем сказала все что хотела теперь смотрим красоту друзья всем привет сегодня показываю очередную порцию красоты но вот эта красота разделилась как я вам уже говорил в предыдущих видео на две посылки то есть они до москвы доехали нормально рядышком в содружестве а потом почта россии решила что одна поедет ко мне а вторая поедет совершенно другом направлении и вот та посылка еще в пути и поэтому вот эти растения будут ждать той фен ту вторую посылку потому что видео я буду наверное монтировать и выкладывать общий обзор поэтому но еще не знаю еще подумаю ночью короче все равно нужно растение эти распределять стоять они у на столе не будут и поэтому нужно их снять и тогда уже распихать под лампы там на полке куда есть место друг на друга на по головам короче раскидать ну начнем на тех растениях которые я постоянно привожу я долго не буду зацикливаться вот но все равно знаете как бы вот красу вот эту я привожу уже постоянно но вот в этот раз приехали просто уникальные экземпляры обалденные просто обалденные смотрите какие жирные смотрите какие мясистые даже летом такие не приезжали я прям вообще очень удивлена очень обрадована обалденные красу вы приехали дальше в этой палетке хеверия черный принц я его заказывала до этого но его не было вместо него прислали их окна и хук тоже классное растение но все-таки это разные виды поэтому вот в этот раз ура ура пришел черный принц пересаживала на них на некоторых там земля не сдула не обмела это ничего страшного растение все живые все здоровые отредители обработаны вот видны даже пятна обработки на листьях это кстати хеверия сейчас вспомню хеверия синдерелла золушка ну вот сейчас она серенькая но будет она прозовей конечно от корейцев приходит синдереллы розовые но потом это розовая краска в наших условиях теряется исчезает и получаются такие вот растения но это не знаю какое как будет выглядеть я его вчера вот заткнул сюда здесь две головы вот видно что здесь она обрезана корешки там даже воздушные вот такое растение двухголовые но рубить по головам конечно не буду будет вот это растение продаваться целиком так как бы ее заткнуть чтобы не сломать листик агавоиде сред иди иди вот сюда это кстати хеверия агавоиде сред вот 4 штучки приехали тоже здоровые растения будут они красными но пока зеленоватые но видно что тыльная сторона листа уже не зеленая это тоже одна единственная хеверия лилоцина своих прошлых обзорах я вам показывала свою лилоцину люблю это растение заказывала несколько но несколько не было короче бегаю по остаткам это и хеверия шира это гибрид и хеверии геркулес то есть это нечистый геркулес не знаю кого с кем скрещивали но мне кажется на даже еще круче чем геркулес потому что у нее листики такие более расширенные и ставлю свою фотку летом своего растения обалденное на конечно было вот тоже видно листья все блестящие растение все здоровые все классные ну чтобы дать им такой вид который мы хотим нужно конечно же немножечко над ними покрапеть дать им солнце дать им свет и все будет хорошо самый главный свет так это дальше у нас черные принцы это вот я сажала поскольку врезала где четыре кустика где пять кустиков влезла в один горшок это она комсерокс рубра он будет полностью вишневый полностью вишневого цвета она комсерокс существует несколько видов в оригадный обычный зеленый но вот этот будет бордовый вишневый вот тыльная сторона у него вишневая и здесь мы видим тоже что пятнышки присутствуют но он окрасится весь полностью вишневый цвет так вот они они поближе так это эхиверия пульвината пульвината в росте крестата это растение одно единственное девушка под заказ приехала так это шира это иониум киви откуда же взять то вот такой киви будет он конечно же ярче серединку у него уже прям желтенькая здесь тоже все нормально ну вот этот лист он отомрет это не страшно зато отсюда потом полезут побеги киви он кустовой поэтому ему предстоит куститься три головы киви так это кофебин я недавно показывала в обзоре тоже свой кофебин он у меня сейчас вообще замечательные такие ягодки красные на нем эти молодые листики которые лезут но здесь они маханьки еще мои покрупнее эти ягодки но вообще мои листья помельче вот эти кофебины приходят покрупнее чем мой это айсити из хавортии вот в этой посылке из хавортии только вот айсити окошечная будут еще купере и двух видов с круглыми окошками и заостренными а это одна приехала и сити вот я ее даже меня нет уже даже тары куда сажать нашла какой-то где-то на лопнула лет не этот лопнула это другой лопну вот нашла вот такие стаканчики они конечно я их покупала однажды вот эти стаканчики для того чтобы рассаживать деток но они очень мягкие и я от них отказалась но пришлось просто вот ее пырнуть временно сюда потому что ну некуда разом некуда вот это айсити смотрите какое великолепие на солнце окошечные хавортии можно рассматривать на солнце часами это такая невероятная красота это такая какая-то водная бездна вот туда смотришь вглубь и такое чувство что ты прям погружаешься в эту бездну настолько они прозрачны настолько вот это завораживает вот это все ну просто конечно отпад причем каждый листик вот окошечной хаворти особенно у айсити я заметил каждый листик своим узором вот смотрите этот листик с точечками тут вот где-то две точечки этот вот без точечки нет тоже с точечками на точечки разные вот но обалденные конечно растения великолепные мне кажется вот они одни окошечные хавортии одни из самых интересных хавортий это две пумилы хавортия пумила смотрите какие у нее выступы прям жемчуг крупные такие мощные две штучки таких так и приехали еще рейнварда вот маленький это хавортия рейнварда косичкой а вот которые крупные рейнварда зибрина это гибрид тоже косичкой но свой не принесла но я по моим предыдущем обзоре свой показывала свою рейнварда зибрина вот по четыре штуки их приехала посадила я их классные так едем дальше это красула обликва триколор это красула вата варегатной формы белая варегатность чисто такая ярко выраженная варегатность чем больше света тем больше вот этих белых полосок будет на листьях многие уже здесь начинают куститься но есть здесь кустики побольше есть поменьше я сажала в один по моему горшок три куста в другой горшок 4 так это адромискус и адромискусов приехала несколько видов вот это литл сфероид адромискусы конечно должны напиться они еще не надутые литлики вот эти я вам показывала своих детей литлов в предыдущем обзоре в своем когда показывала коллекцию свою домашнюю вот ну моим детям до такого размера еще года под три наверное вот самым крупным экземпляром вот в этом горшке им наверное к пяти годам точно потому что адромискусы естественно медленно растут все не вот такого размера они будут достигать хотя он и не очень большой размер но сантиметров 5 наверное высоту вот самый большой но расти он до него будет из листа где-то лет пять очень медленно растут адромискусы но все равно они очень прикольные адромискусы можно покупать кустом таким большим чтобы большим чтобы посадить и было много можно поделить здесь есть деленки так вот этот еще адромискус приехал под названием корея ну почему корея потому что в корее вот такие я не знаю вообще нет такого названия корея адромискус корее первый раз я с таким сталкиваюсь конечно же это гибрид марьяны адромискус марьяна ну с кем его скрестили ну думаю что возможно анти дуркату с литлом возможно еще кто-то но вот до этого я с таким адромискусом еще не сталкивалась листья такие круглые пузатые как у литл сфероида что-то даже похоже на кофебин вот формой но крапинки вот эти по листикам они относят конечно его к другому виду но интересный гибрид я думаю что он на солнце станет ярче станет он красней на солнце однозначно но и листики вот эти пока сдуты потому что он был обезвожен они ехали без горшка я уже сажала тут свою землю намешаны земли у меня своей нет и поэтому я их пихала в торф там с небольшой примесью перлита потому что но нет у меня столько грунта и вообще и мне купить его сейчас негде просто-напросто но если его не поливать или поливать очень-очень редко то в таком торфе при нормальном уходе при нормальном свете растение может вполне себе пережить до весны и нормально вот такие адромискусы будут деленок здесь наверное нет не наверное нет это растение от одного куста то есть будет продаваться куст целиком потому что адромискусов от одного корня идет у многих по несколько стволов сразу и если его разделить то можно не можно повредишь основной корень и растение будет очень долго болеть и толку от него не будет так где-то он еще у меня есть не знаю где он еще есть не показала вот это растение чуть не пропустила он тоже приехал приехал вот это растение в одном экземпляре но пока еще вяленький потому что ехал без земли и подвял это колонхоя орикула обещает быть очень пышным смотрите вот не могу приблизить смотрите сколько мелкой поросли вот маханьки прям листики кругленькие это вот он выдал столько побегов и вот он весь такой весь 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 вот в этих мелких листиках я думаю что он даже будет крестатиться очень интересный экземпляр это гибрид колонхоя терсифлора и гибрид красулы хоббит вот от терсифлора мы видим налет от хоббита вот эти явно загнутые листья трубочками такие как у хоббита это колонхоя колонхоя орикула но он небольшой но вырастет он конечно больше орикула они вообще огромными вырастают я видела прям такие крупные экземпляры я когда-то привозила даже крупные но это я не знаю может быть это какая-то там мутированная форма вот пока он мелкий ну очень интересный кстати места нет я конечно себе его оставила охота понаблюдать за ним как он будет расти и что с ним дальше может стать потому что ну уникальная конечно форма очень много порослей и скорее всего он будет крестатный так но здесь наверное все показала и сити кофебин шира черный принц адромискус рубра и у нем киви умела кофебин так все здесь все показала здесь что не показала это и хиверия и хиверия одна единственная приехала хиверия шавиана мадр дель зур обалденная розетка очень мощная очень плотная это необычная шавиана это растение выведенное в корее дальше вот тут три по моему 4 3 наверное три розетки хиверия орус это тоже гибрид шавианы но как мы видим совершенно другой совершенно другой кучеряшки у нее такие тоже мощные плотные все розетки хорошие но здесь земля насыпана и листик какой-то застрял надо пинцетом иначе я сейчас сломаю какой-то вообще даже как семечко что не знаю ну вынимается это все грязь розетки все здоровые так это это пляс пилос нелли я привозила девушки такой под заказ в этот раз мне посчастливилось найти заказала три штуки один не знаю положили мне типа может быть в подарок может быть не в подарок но я его приткнула но от него толку естественно не будет в общем 3 было заказано на это вообще ну походу подумали что он все равно умрет и мы его шарнем вам от него нет толку уже он как бы начал линять и эти вторые листья уже у него подранного на ней болтаются все ночью заткнула я его на всякий случай а вдруг но вдруг не будет вот три здоровых растения обалденные так едем дальше это эхиверия надулоза ну не буду я наверное вынимать вот и так видим эхиверия надулоза это не маруба с бородавками обычная надулоза но кстати надулоза тоже бывают разные у меня растет надулоза наверное я до нее сейчас не долезу большую голову я продала с нее а мелкие головки там лезут у них совершенно другой узор то есть вот это надулоза более красная вот такой узор бывает у марубы обычный надулоза конечно немножечко другой узор но я не уверена что это маруба думаю что это обычная надулоза вот тоже один единственный таких надулоз четыре штуки вот этот экземпляр тоже очень интересный заслуживающее внимание это каланхоя тирсифлора крестатная форма монстроза шла как тирсифлора монстроза но я думаю что это крестатка такая такое интересное растение вот у него уже толстая нога там у него даже вот деточка лезет причем у деточки уши как у хоббита это вот как у орикулы по ходу это гибрид какой-то наверное орикулы и тирсифлора ну прям удивительный экземпляр вот такой кстати приедут еще в другой посылке приедут тирсифлора варигатные тоже такие красавцы необыкновенные должны приехать не знаю так и также следующие посылки еще будут вот такие растения эти покрупнее приедут помельче это и у форме а медуза медуза горгона голова медуза по-разному ее называют вот одна приехала я кстати вот такую первый раз вижу она вся облиственная форма у нее медуза но на каждом выступе у нее находится махонький листик это как дочь моя сказала огурцы телекадон это червь медуза это огурцы смотрите какая классная вообще обалденная она это тоже обалденная даже не знаю какая лучше но приедут еще вот такие такие только помельче ну как бы знаете листиков возможно такое же количество но они покороче то есть вот эти две головы будут они дороже потому что они закупки были дороже они крупнее так это эхиверия шла как эхиверия колората но я думаю что это не колората какой-то гибрид колораты но все равно все равно растение шикарное просто можно конечно вот в этих закупках иногда урвать что-то интересное что-то удивительное к сожалению не часто такие растения попадаются ну вот в этот раз прям не очень повезло прям очень и очень вот три таких колораты так это 2 эхиверия браун розы будет она темно-коричневая с таким с вишневым оттенком структура листиков у нее гладкая глянцевые на кончиках у нее находятся маленькие шипчики но сейчас она зеленая но она потемнеет шикарное растение будет так это красула дай бог памяти в общем три кустика здесь красула с весной что-то связано спрингтайм вот весенний день наверное дата им нет весеннее время time это время и англичанин ты еще тут я шучила немецкий в школе вот три куста красула спрингтайм тоже у нее очень интересные листья тоже с небольшими шипчиками тыльная сторона листа вот это потемнение это просто она терлась друг от друга это не страшно все с ней хорошо центрах розеток тоже пыль грязь после посадки просто их очень много невозможно каждую облизывать маленькие растения маленькие розетки их и верит аурус не приехали приехали 4 большие но я как бы заказывала 4 большие потому что не было маленьких но они шикарные просто шикарные смотрите какие лапушки блестящие блестящие обалденные это агава королевы виктории красотка прям красотка невероятная красотка обалденная листья жесткие мощные смотрите как интересно растут вот несколько листьев лезут одновременно и потом разделяются вот здесь вот в центре наверное вот три листа уже лезут вместе большой поменьше и маленький и вот потом они будут раздваиваться в разные стороны обалденные вот эту красотку я когда увидела у меня же руки затряслись хочу хочу хоть бы успеть и успела вот посадила по четыре штуки по четыре растения в один горшок это и уфорбия мамилярис варегата смотрите какая классная как у всех и уфорбии деревянные колючки которые совершенно не колется совершенно не колется и ну деревянные прям как будто заточенная спичка из дерева вот тут по четыре растения на детки драть не буду говорю сразу продаваться будет вот такое растение целиком потому что подрав на детки я испорчу внешний вид вот этого большого растения и потом она будет очень долго восстанавливаться но конечно потом еще даст деток но вот эти вот столбы их естественно никто не купит но может быть купят но не хочу чтобы просто портить растение не хочу вот в таком виде она шикарная просто шикарная варегатные вот эти уфорбии они не часто встречаются и достаточно такие яркие привлекают внимание розетки все они розетки а голову вот эти все растения они приблизительно все одинаковые все они облиственные все они вот в этих в деточках в порослях вот ну вообще уникальные я считаю растения обалденные прям вообще него невероятные сейчас поближе не фокусирует вот так самое наверное то на что способен мой телефон невероятные вот из общей массы конечно они бросаются в глаза классные так что у нас здесь дальше дальше у нас эхиверия чихуахуэнзис такие еще приедут следующие посылки которые идет вот сюда засунули в эту 2 это эхиверия bluebird это вот кстати тоже чихуахуэнзис но она одна была я думала она будет большего размера но она по другой цене но эти будут такие же это мама тароу вообще по идее но мама тароу это тоже самое что чихуахуа чихуахуэнзис моя была вот именно вот такая когда я ее покупала только на моя было еще меньше может быть такая нет наверное все таки такая такая тоже была так это хиверия bluebird синяя птица bluebird тоже очень быстро растет но не очень быстро но достаточно быстро вот розетки тоже я эти вчера полила уже они поднабрали тургор некоторые поэтому корешки у них еще живые все с ними хорошо а это вместо bluebird приехал арпет арпет я не заказывала но видимо вот bluebird не было и решили мне сделать замену но арпет тоже неплохое растение ноута но к сожалению одно потому что арпет достаточно тоже редкое растение я привозила покупала себе арпет из кореи и также девочки некоторые тоже покупали арпет и вот эти именно корейские больше я их нигде не видела только в корее это вот попались прям какие-то корейские экземпляры причем сейчас я еще один покажу но это явно корейские растения видимо они там тоже начали заказывать в корее потом может быть разводить может быть как так это короче было эхиверия bluebird вот про это растение про красное говорю это лена петалом лена петалом шоколад варегата вот здесь три растения не могу фокус поймать знаете она темней чем снимает камера но прям какой-то черно-бордовые вот камера снимает в ярком таком в красном цвете каким углом снять даже не знаю так наверное вот он такой будет ну друзья вот на камеру вижу красный оттенок и на самом деле сейчас вот в натуральном окрасе она малиновая темно-малиновая и таким это растение будет постоянно то есть она зеленым не будет но будет именно таким так это три растения колонхоя ромбопилоза к сожалению только три тоже многие спрашивали его у меня растет один свой до этого было много растений прям разобрали их ну прикольно потому что растение сейчас вам свое покажу вот моя ромбопилоза мой вернее колонхоя лампы сейчас у меня отключены потому что солнце еще светит в окна сегодня солнечный день и я лампы не включала включу часов 2 наверное дня и до ночи вот смотрите стволик у него прям такой тоже конопатенький весь обалденное растение нарядное такое причудливое классное это эхиверия зарагоза зарагоза white белая зарагоза очень очень классное растение для любителей небольших розеток вот это растение будет уникальным больше 7 сантиметров она у вас не вырастет под лампами ну 8 максимум моя розетка была небольшой к сожалению она у меня в этом году почила мне и так было жалко развалилась и все на улице причем я не заливала ее не знаю ну вот такое случается стоит стоит бах и все и думаешь в чем причина видимо вирус где-то хапанула и все так но это шира одна из трех и вот последнее это нет еще вот это растение не рассказала вот сюда тоже засунула 2 эхиверия вот они эхиверия крестата сп такие у них уже толстые стволы мощные замечательные пыль попала потом сдуя не получается там они сыпались одно покрупнее второе помельче но цена будет одна потому что куплены по одной цене вот это такой интересный гребешок прям двойной так вот он с таким изгибом и получается вот сверху смотришь будто два рядом растут на самом деле одно это град капиталум рузби которые все давно хотели вот тут несколько горшков штук восемь наверное девять это вот два адрамискуса коралл ред должны приехать еще побольше эти будут чуть подешевле растения вот их два всего а должны приехать еще наверно не знаю четыре или пять они чуть чуть побольше но и были подороже немножко в закупке поэтому будут немножко подороже в продаже коралл ред это очень такое растение адрамискус очень редкий не очень-очень интересная структура листьев у него такая вся шершавенькая плоды личи классные так ну и плавно мы переходим к остаткам оставшимся растениям это эхиверия кэролл вот такая эхиверия у которой щетинки на листиках и выглядят как изморозь но эти розетки не очень крупные когда они примутся у вас они начнут расти нормально но они конечно замучены вот они пришли кстати вот в этих горшках посмотрите сколько там земли ну как может развиваться нормально растение вот в таком объеме земли и так вот углубленная тем более когда эта земля сплошной торф прям бедняжки бедоложки но все с ним будет хорошо мне приходили не такие зачуханные они у меня восстанавливались за полтора месяца прям перли дай дороги и здесь еще у нас алоэнопсис это каудексное растение подвид живых камней но на каудексе алоэнопсис шунаса такие махонькие пупырочки вот смотрите они небольшие чтобы вот для соотношения размера чтобы вы представляли какое какого размера это растение горшок здесь 5 сантиметров в растении где-то сантиметра три не больше но он очень хорошо растет как принимается достаточно быстро нарастают эти листики и их потом становится больше то есть они от своего корня вот здесь дают боковые ответвления и со временем получается такая шапочка поэтому лишь бы все было нормально с корнем остальное уже дело времени ну все друзья показала я вам весь обзор болтаю 34 минуты хотела быстро быстро это надо просто просто было озвучить каждый не зацикливаться не вынимать их из горшков поэтому наверное будет вторая часть вот 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 как то так вот первая такая ну я считаю первое прям шикарное не знаю переживаю за вторую часть потому что вторая часть поехала вообще другую сторону по морозам ну хорошо хотите живы здоровы это слава богу да друзья еще хочу вам сказать что те кто ждет корею корее сейчас не будет в декабре и наверное в январе корее не будет потому что я заказала корею выбирала очень долго и тщательно продавца до пол пятого утра сидела рылась там вот в этих в растениях смотрела в интернете фотки какими они будут что из него может получиться какие они у пользователей но те растения с которыми я первый раз сталкивалась но в итоге выбрала продавца заказала классные растения все деньги оплатила перевела и этот товарищ кореец начал мне писать каждый день на ломаном русском на на переводе с корейского на русский типа как на алиэкспрессе перевод бывает там вообще не поймешь что в общем про растение без тазобедренных суставов что за тазобедренные суставы я ему пишу я вас не понимаю он мне опять написывает тазобедренные суставы у растений я без тазобедренных суставов не отсылаю я говорю какие-то заберены в общем короче потом я поняла что у него какие-то проблемы с фитосертификатом и без фитосертификата ну конечно без фитосертификата за границу не отправляются растения потому что это Это огромный риск. И, в общем, когда я его поняла, я ему сразу сказала, высылайте мне назад деньги, аннулируйте заказ и не тратьте мое время, потому что у меня уходит время. Я, если сейчас еще промедлю неделю-полторы, то я уже не смогу сделать заказ у другого продавца, потому что они как раз придут на новогодние праздники и будут на почте лежать до того времени, как Россия опять начнет работать в нормальном режиме после праздничного. Естественно, он не внял моим убеждениям. И вот эта вся наша болтовня с этим корейцем длилась, наверное, больше недели. Наконец, на девятый день он мне сделал отказ. И потом, вот я только вчера получила свои деньги. И поэтому сейчас уже нет смысла, сегодня 11 декабря, сегодня нет смысла заказывать у корейцев, потому что, говорю, они придут как раз под новогодние праздники. Поэтому заказ я буду делать уже после Нового года, смотреть, какая у нас будет температура, какая у нас будет зима дальше. И уже Корея придет, наверное, в феврале только. Поэтому, друзья, вот все, что есть, то есть. Ну, я считаю, что они многие не уступят корейцам. Конечно, корейские растения приходят, как конфетки, сразу. Но в наших условиях у кого как получается их удержать. Просто некоторые виды секреты корейцев, они держат. То есть они и в наших условиях остаются такими же красивыми, как у корейцев. А некоторые виды бывают красивыми только при моменте получения. Потом, когда растение принимается, оно начинает блекнуть, оно начинает видоизменяться. Вот как я говорила о Синдерелле. Я когда-то, что ж я заказывала-то какое-то растение, тоже что-то похоже на Синдереллу, она пришла ко мне необыкновенно розового, такого неоново-розового цвета, вырви глаз, ну, просто глаз не оторвать. Конфетка принялась. Окрас этот ушел розовый, и причем оно стояло у меня и при перепадах температур, и на палящем солнце. И такого красивого окраса я не добилась, как я не старалась. Поэтому вот этот секрет корейский, он, наверное, и останется в Корее, и нам будет неизвестно ничего про это. Ну, ладно, мы будем выращивать не корейские пока. Вот, потому что они тоже шикарные. Ну, все, друзья, всем пока-пока. Вторую часть выпущу, наверное, вместе с первой в один день, потому что... Потому что, потому что... Девочки многие заказывали растения из той части, которая вот едет именно там. И наверняка отсюда кто-то что-то захочет заказать. И поэтому, чтобы не ждать, и чтобы два раза не вести переписку с людьми, ну, не тратить ни человеческое время, ни свое, я просто вот выброшу сразу два видео в сеть. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем здоровья, добра. Пока-пока.